Всем привет! И вновь перед вами олень. Для кого-то ненавистный, для кого-то очень даже привлекательный. Я сегодня покажу несколько украшений с Алиэкспресс. И начну с кроликов. Опять эти кролики, наверное, в каждом видео буду так или иначе этих кроликов касаться. Почему я вам снова их сую в кадр? Потому что, помните, в прошлый раз я жаловалась на их посадку в ухе, так скажем, на их способ сборки. Я все-таки заменила швензы, поставила вот такие листики. Они у меня были давно уже закуплены, поэтому я, наверное, не смогу на эти листики вам оставить ссылку. Возможно, я их покупала вообще в Москве, знаете, на какой-нибудь выставке. Но я посадила на эти листики этих кроликов. Конечно же, тут была морковка, но теперь морковки нет. Но, как я переписывалась с одной из зрительниц, сказала, что не так уж эта морковка и читается на самом деле на расстоянии. Вот. Но листик тоже неплохо. Но самое главное, теперь вот вы видите, я держу этих зайцев или кролики, кто они. И они висят, ну, более-менее лицом к нам. А то было я застежку держу вот так, а сами кролики висят вот так. То есть, к зрителю боком. Вот. Поэтому, если вы заказали таких кроликов, и вас тоже не устраивает их сборка, то можно просто посадить на другие швензы. Также у меня спрашивали, покупала ли я кольцо с кроликом. До этого я не покупала, но вот теперь оно у меня есть. Я взяла с синими глазами. Оно вот такое разъемное. Я этого не люблю. Мне бы лучше, чтобы оно было, ну, просто по размерам, как бы на разные размеры. И мне кажется, оно где-то 17-го, может, размера. Вот так оно сидит на пальце. И то оно было у меня уже чуть-чуть раскрыто. Вот. Ну, вот так выглядит, кстати, симпатично, интересно. Но не очень удобно. Ну, и с учетом того, что я, в принципе, кольца не очень-то ношу, оно у меня скорее так, знаете, полюбоваться, поумиляться и никогда не выгулить. И, конечно же, я не удержалась от того, чтобы заказать зайца с синими глазами. Он точно такой же, точно такого же хорошего качества. И глазки у него тоже, как вы видите, витражные, то есть они прозрачные. Это не эмаль по металлу. Это именно вот такие прозрачные глазки. И они ярко-синие. И они обалденно выглядят. Сзади он точно так же сделан, как зайца с красными глазами. У него морковка даже висит на одной из сережек. А я не помню, на зайце с красными глазами висела морковка. Вот так или нет. Или просто два кольца было в ухе. Но в любом случае очень прикольно. У него такие огромные уши. И вот здесь такое отверстие тоже огромное. Придет абсолютно любая цепочка. Или шнурок там кожаный, допустим, замшевый. Короче, люблю. Люблю эти кулоны и серьги. Очень люблю. Надо мне теперь будет и серьги тоже покупать с синими глазами. Прямо необходимо. Дальше будет несколько украшений от Хуаде. И это будут мои хотелки. Вот эти сережки. Ой, какой пересвет. Вот эти сережки с Аполитом. Это вот этот искусственный лунный камень, который здесь. Он называется Аполит. Аполит. И вот именно вот с этим камушком, именно с этой вставкой я ждала давно. Потому что они как-то были. Потом они стали распроданы. И разные другие вставки были в наличии в этой модели. А именно с этим камушком не было. Но я ждала, ждала. И вот я дородалась. Это достаточно простая модель. Но вот почему-то она мне очень нравится. Она мне очень симпатична. И именно в золоте. В золотой фурнитуре. В золотистой. Вот. И вот тут такие фионетики, сияющие по краю. Маленькие сережки. Мне кажется, даже измерять нет смысла. То есть, кто любит некрупные, тот уже видит, что они некрупные. И вот здесь, в отличие от обычных сережек, которые продаются у Хуаде, на более пухлую мочку рассчитан штифт. То есть, он не очень-то короткий. В остальном, вроде бы, ничего так сильно примечательного нет. Просто небольшие, миленькие, аккуратные сережки, которые я давно хотела. Еще у Хуаде я взяла вот эту прелесть. Относительная новинка. Не так давно появилась эта модель. Эта модель также доступна. Вот у меня цвет родий. У меня вот цвет родий фурнитура. Но также эта модель доступна и в золотистом цвете. А вставки у меня красные. Также бывают черные и белые. Причем белые, по-моему, перламутр. Ну, в общем, смотрите, когда будете выбирать. Они достаточно длинные. Видите, на какой длинной-длинной цепочке. Здесь стандартный для Хуаде английский замочек на непухлую мочку. Здесь вот такая вот посерединке вставочка. Такой коннектор. Очень нежный, милый. И красивые такие четырехлистники. Я что-то, не знаю, недолго колебалась между золотом и серебром. Потому что мне в золоте тоже очень нравится. Но сейчас у меня почему-то, видимо, вот такое настроение на более такую фурнитуру холодного цвета. Вот от штифта, от прокола длина почти 7 сантиметров до самого кончика. Да, достаточно длинные. Достаточно длинные. Ну, можно сказать, что 7. Там, знаете, 6.9. Вот так где-то. То есть вот такие длинные-длинные сережки. Но они такие тонкие, изящные. Я от них балдею. Кто-то мне написал поменьше эмоций? Нет, девочки. Эмоции будут как были. И еще я взяла вот такой комплектик. Он тоже относительно. Относительно новая модель. Модель относительно новая, но не прям, знаете, вот вчера сделанная. Я сразу купила. Я еще успела посмотреть на него, подумать, подумать, точно ли я его хочу. А может, перехочу. И сколько смотрела, нет. Все еще хочу. И решила взять. Мне вот понравился в белом цвете. Это керамика моя любимая. И здесь вот этот камешек мистик. Он сияет разными-разными оттенками. Ну, такой темный камешек самый сияет. В основном фиолетовыми и зелеными всполохами. Вот. Мне очень нравится то, что вставочки круглые. То, что эти круглые вставочки обрамлены тонюсенькой дорожкой по кругу из фионетиков. И в центре эти дорожки из фионетиков тоже очень красиво смотрятся. Здесь стандартный для таких моделек замочек. На не очень пухлую мочку. Слегка занижен штифт. А само колечко разъемное полностью. Вот так. И можно, в принципе, надеть, наверное, только вот эту часть. Но, мне кажется, все-таки вместе смотрится лучше. И еще одно украшение. Название компании вы уже видите. Сантуза и вот такая коробочка. Что-то, по-моему, были раньше другие коробочки у Сантуза. Но дело, конечно, не в коробочке. А вот в этом прекрасном кулончике. Видела я его в первый раз у Оксаны Буны на обзоре. Привет, Оксана. Если зайдешь. Вот такой вот он красивый. Почему-то он мне показался крупнее чуть-чуть. Когда я только его покупала. Может быть, мне хотелось, чтобы он был крупнее. Когда он пришел, я немножко удивилась, какой он маленький. Но он очень-очень красивый, изящный. И такое удачное сочетание. Вот этой вот цветной вставочки. Сверху она ярко-синяя. Вот такая вот ярко-синяя вставочка. Очень красивая. Она тоже обрамелена фианитами. Мелкими-мелкими. И очень мне нравится, как смотрится этот золотой канат. И такой классный, отполированный сам якорь. И вот здесь вот такая инкрустация с синенькими камешками. Тоже очень-очень мелкая, аккуратная, нежная. Просто прелесть. Сзади выглядит вот так. Все отверстия, все аккуратно сделано. Вот здесь клеймо 925. Так, в ширину 1,4. И в высоту вместе с бейлом получается... Вместе с бейлом получается... 30 мм. То есть 3 см в высоту и 1,4 см в ширину. Вот такой вот он аккуратненький, маленький. И я от него в восторге. Так, ребят, а ксюпинг-то я забыла показать. Вот сделаю такое небольшое включение. И покажу, что купила на прямом эфире. Они такие сияющие. Сейчас, может быть, надо чуть темнее сделать. Вот, да, чуть потемнее лучше видно. Они маленькие. Но такие сияющие, хорошенькие. Сказала или нет, я купила эти сережки на прямом эфире от ксюпинг. Спрашивали у меня, что за прямые эфиры. Это сам магазин на платформе Алиэкспресс проводит у себя прямые эфиры. И в прямом эфире они вот так же, как я, показывают украшения. И формируют временные ссылки на эти украшения. И можно их вот купить прямо во время прямого эфира. Цены разные. Но вот эти, ну, естественно, в зависимости от дороговизны, там, материалы и так далее. В общем, сколько стоит модель. Но вот это, видите, тут малюсенькие прям сережечки. И это такие обычно недорогие. И мне они прям что-то дешево достались. Я не помню, сколько именно. Сейчас не хочу соврать. Я подпишу. Подпишу вам. И вот, в общем, купила я вот эти малютки под золото. Английский замочек. Слегка занижен штифт. И вот они очень ювелирно выглядят. Золото-бриллианты практически. Вот такой маленький цветочек в центре. И просто... Так, маленький цветочек в центре. И просто полосочка фианитов. Ага. И вот, как обычно, я только когда сама снимаю, вижу, что одного фианитика не хватает. Почему-то глазами я этого не увидела. Возможно, то, что фианиты сами по себе так блестят. И когда глазами смотришь, ты же глазами не в макро-режиме смотришь. И это не бросается в глаза. А, кстати, блеск не передается весь полностью. Насколько они сияют, даже не знаю. Но, в принципе, не особо видно в реале, то, что там нет камешка. Но, скорее всего, я все равно продавцу напишу. И вот про прямой эфир я говорю, можно не только купить украшения, но также для привлечения внимания, так скажем, магазины, в частности, Ксёппинг, проводят розыгрыши. И разыгрывают частенько украшения разные. Ну, прям, знаете, какие-то прям лухари редко. Но просто симпатичные украшеньки частенько разыгрывают. И я впервые выиграла. О, сейчас расфокус. Посмотрите, как сияет прекрасно. Сейчас я сделаю фокус. Просто сияние, мне кажется, хорошо в расфокусе видно. Вот эти сережки я выиграла. Было, по-моему, пять выигравших, а может, десять. Ну, в общем, обычно по пять выигравших они делают. И на протяжении всего эфира несколько розыгрышей с разными украшениями бывает. Вот. И мне впервые повезло, что я что-то выиграла. Здесь тоже английский, вот так, английский замочек. Тоже штифт чуть-чуть занижен. И здесь такой вот очень-очень сияющий камешек. По-моему, такой оттенок называется Ghost Light. А может быть, это и другой. Ой, ну, в общем, он, знаете, такой где-то зеленоватым. Вот, сейчас видно, зеленоватым отливает. В каких-то ракурсах фиолетово-синем. Еще там в глубине вроде как золотой проблескивает. Ой. Ну, в общем, классные, классные. Я очень рада. И мне вот эти сережки, может быть, даже больше нравятся, чем те, что я купила. Выигранные. Ну, по крайней мере, я у них не вижу, что камешки были выпавшие. А у моего есть. Короче, если вам попадется в ассортирование в цементе, вот такие сережки, если попадутся, я могу рекомендовать. Если я сама их увижу, то я сформирую вам. Ссылку оставлю. Если нет, то просто смотрите, знаете, если они будут продаваться, камешки прям сверкают. Такие же сороки, как и я. Берите. На сегодня, друзья, это все. Вот такая небольшая подборочка украшений из Алиэкспресс. Пишите, пожалуйста, что больше всего понравилось вам. Или, может быть, вы уже что-то из этого приобрели. Тоже делитесь своей радостью, хвастайтесь. Я вам желаю самых удачных покупок и самых быстрых посылочек. Обнимаю. Пока-пока. Поставьте лайк.